Я могу только вот так сделать Отлично, а вот так же, наверное, кстати, делают и шимпанзе Ее начали интересовать мужчины Она бывает во время выступления, кому-то глазки там строит и так далее С девочкой у меня как-то отношения лучше складываются Зритель видит результат А я знаю, как это вообще устроено Я думаю, это актуально в зимнее время Потому что они очень темпераментные и такие артистичные ребята Начинает ладони потеть Начинается, ну, какое-то переживание и так далее Друзья, лето прошло, наступили холода, но это не повод грустить Ярославль снова встречает замечательную, потрясающую цирковую программу На этот раз к нам приехал цирк Марицы и Дана Запашных И у нас сегодня в студии один из непосредственных участников Представитель вот этого замечательного семейства, можно сказать, клана в четвертом поколении У нас в гостях Дан Запашный, дрессировщик, заслуженный артист России Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Можно даже вот так вот прямо с сильным человеком Я могу только вот так сделать Отлично, а вот так же, наверное, кстати, делают и шимпанзе Они делают по-разному Дан, я знаю, что основное, чем ты занимаешься, да, это дрессировка и даже дружба, по-моему, да? Это общение Это общение Дело в том, что люди путают понятие украшения и дрессура Дрессура – это воспитательный процесс, и это процесс очень такой трудоемкий, и времени он занимает много Для меня это большое удовольствие заниматься с такими животными, которые сами преподносят какие-то иной раз интересные вещи Поскольку они растут точно так же, как и люди, развиваются, они всегда удивляют Поэтому, приходя на репетицию и, в принципе, общаясь с ними в течение дня, очень много интересных и смешных моментов бывает Каких? Да просто, то есть они постоянно копируют что-то, или они смотрят телевизор У нас был такой момент забавный, я думаю, вам будет интересно Значит, приезжал в гости в Новосибирский цирк министр культуры Российской Федерации И Мединский, естественно, Владимир Исославович, и зашел к нам в гости И моя обезьяна его узнала, потому что смотрит постоянно, значит, телевидение У меня большой телевизор там стоит, и, ну, часто бывает, культуру включаю И он говорит, почему она на меня так реагирует? Я говорю, так она вас узнала Он говорит, в смысле? А вот видите, у меня там телевизор стоит, и, говорю, она вас периодически смотрит Так что такие моменты бывают Очень интересно, она реагирует на разных зрителей во время нашего выступления Поскольку одна обезьяна у меня уже находится в таком возрасте Когда ее начали интересовать мужчины Она бывает во время выступления кому-то глазки там строит и так далее Даже так, кокетка Мне приходится еще какая Сколько всего животных под вашим началом? В моем номере два шимпанцев, две девочки С девочкой у меня как-то отношения лучше складываются Иди, моя королева, родная Иди, моя корова, иди, поцелуй, забегу В целом у нас и верблюды есть, и кавказские овчарки, и лошади, и другие породы обезьян Ну и, в принципе, у нас программа идет деверти-сментом Это означает то, что с сюжетом программа не связана И выступают разные жанры И гимнасты, и акробаты А в целом у нас представление основано Упор делается именно на демонстрацию сверхспособности людей И демонстрацию взаимодействия человека и животного Программа и дрессура сами занимаетесь? И какая изюминка в ваших номерах присутствует? На самом деле, конечно, мы каждый раз приезжаем в город Возвращаясь, допустим, Ярославль, я уже, по-моему, пятый раз Очень нравится, кстати, очень красивый город у вас Мы стараемся изменять программу и номера Для того, чтобы зрители, которые уже знают, что мы приезжаем И были, и посещали наши представления Делали так, чтобы им было интересно В моем номере я стараюсь продемонстрировать И физические возможности обезьяны Потому что это очень крепкая, очень такая серьезная обезьяна Ну и также показать умственные возможности То есть у нас и общение такое есть И комические какие-то моменты Всегда обезьяну сравнивают с смешными такими людьми, да, с человечками Поэтому я, ну, пользуюсь, скажем так, вот этими возможностями И люди очень хорошо это воспринимают Ну и в целом, я думаю, что настоящий российский традиционный цирк Он должен демонстрировать взаимодействие человека и животного Потому что именно животные, выступая в нашем отечественном цирке Приносят некое удивление Когда мы приходим в зоопарк, мы можем просто на них посмотреть А цирк нам дарит возможность Именно увидеть вот это взаимоотношение человека и животного И что из этого получается Помимо обезьян есть еще верблюды И, кажется, собаки, овчарки Что с ними делаете? С кавказскими овчарками и с верблюдами работает моя мама Заслуженная артистка России, Мариса Запашная Вот, и, ну, я скажу, что она достаточно хрупкая женщина Метр шестьдесят три у нее рост Вес не больше пятидесяти килограмм В то время, как собака-кавказская овчарка Они у нас достигают 80-90 килограмм Это очень крупная порода собак Они охранную такую функцию выполняют И, в принципе, они достаточно эгоистичные, чтобы жить, находиться вместе Моя мама восемь собак соединила вместе Они делают групповые трюки Это у нас свободно называется Сообща, всякие перестроения и так далее Прыжки Но это, мне кажется, очень интересно Потому что видя, как небольшого роста такая женщина Управляется ловко с такими крупными собаками Это очень интересно Сила откуда берется на то, чтобы взять Там с такими серьезными животными Им командовать Становиться их начальником Сложно ответить Дело в том, что когда мы не понимаем Как устроено то или иное То есть, не пройдя определенной азы, скажем, дрессуры То есть, зритель видит результат А я знаю, как это вообще устроено В принципе, дрессор, она не предполагает каких-то физических воздействий Она предполагает правильное воспитание И то, что я вот обозначил Небольшой вес моей мамы И, в принципе, она работает с такими большими животными Это уже, в принципе, подтверждает мою теорию И то, о чем я сейчас говорю Знания, большой опыт Но я думаю, все-таки не каждый человек может с животными работать Есть, наверное, определенные какие-то качества в характере И определенные свойства человека Которые позволяют находить доверительные отношения Чтобы все вот так вот получалось В программе всегда бывают клоуны Я слышал, что в этот раз у вас просто какие-то потрясающие зарубежные звезды Они из Италии Они приехали в нашу программу где-то год с небольшим назад И они демонстрируют такую необычную работу Потому что, мне кажется, в России немножко юмор другой И менталитет отличается у наших земляков Нежели, допустим, в Европе И очень интересно то, что они имеют возможность Продемонстрировать свой юмор, солнечное настроение Именно нашему зрителю Особенно, я думаю, это актуально в зимнее время Потому что они очень темпераментные и такие артистичные ребята А как воспринимает наш зритель русский Вот таких клоунов зарубежных, иностранных? Со стороны я скажу, что все-таки есть Ну, небольшие, скажем, доработки с нашей стороны Потому что пришлось, скажем, какие-то моменты адаптировать под русского зрителя Но в целом с интересом Потому что мало того, что он делает очень интересные репризы со своей женой Это Антонио и Розина Форначари Вот, они еще и поют прекрасно Есть очень интересные такие выступления Где они используют свой голос И это очень ритмично И, ну, создает какую-то такую приятную, мне кажется, атмосферу На самом деле можно много рассказывать У нас прекрасные гимнасты есть У нас есть люди, которые поднимаются без страховки под купол цирка И я, ну, работая здесь, каждый раз выхожу Честно, у меня руки потеют Потому что я знаю, насколько это опасно И находясь, скажем, там, потому что я поднимался Смотря вниз, это, конечно, ну, совершенно другие эмоции Зрительный зал, кажется, совсем маленький Да, такой сразу уже, как бы Самое забавное то, что каждый раз, когда человек делает свою работу Это, ну, определенные, мне кажется, навыки должны быть Чтобы уметь собраться Потому что я вот первое время, когда только начинал работать Для меня было тяжело Та ответственность, которая на тебя ложится Я понимаю, что люди пришли Зрительный зал, две тысячи зрителей Они заплатили деньги И каким-то просто необыкновенным способом Все навыки, которые ты имеешь То есть ты репетировал, тренировался долгое время Они куда-то исчезают Начинает ладонью потеть Начинается, ну, какое-то переживание и так далее И когда ты находишься наверху, каждый шаг должен быть четко отрепетирован Потому что, ну, такие вещи, они не прощают ошибок У нас, чем мне нравится моя работа, она настоящая И здесь нет такого, что ты можешь делать второй дубль или третий Поэтому люди, они действительно очень необыкновенные И, ну, мне очень приятно, что занимаюсь Именно здесь, в цирке работы И в окружении таких замечательных людей Да, ну, очень ярко насыщенная жизнь Цирковая, ваша личная Как-то показывать из-за кулисья люди Ну, я на самом деле год назад открыл свой канал на ютюбе И я там демонстрирую все, чем мы занимаемся Именно в будние дни, когда нет представления Нашу подготовку номеров, репетиции своих животных Как мы кушаем, как мы переживаем В общем, всю основную работу, 95%, которая скрыта от зрителей О, мальчик сидит на гашке Молодец, нагрец Почему я этим начал заниматься? Потому что после представления часто ко мне зрители подходят И начинают расспрашивать, как вы сделали то или это И мне захотелось не только рассказать, но еще и показать Огромное вам спасибо за то, что приоткрываете завесу тайны Тайны над цирковой жизнью, закулисной жизнью Ну и за то, что вот уже столько лет Мы можем наслаждаться качественным, хорошим И российским, и международным цирком В ярких ваших программах Я думаю, что зрителей агитировать не надо Они сами, кто любит цирк, да Тот сходит и посмотрит И еще раз получит удовольствие Ну а если, друзья, у вас есть желание последить немножко за, может быть, даже личной жизнью артистов То добро пожаловать на канал к Дану Запашному Все, заходите, очень будет приятно Ну а также я вас приглашаю Мы, к сожалению, работаем в Ярославе всего лишь до 13 октября Так что всех ждем в гости, приходите